Олис Павлович, вы сказали, что в этой жизни родились, а знаете про другие жизни? Конечно, конечно. Уже сейчас все знают, и ученые изучают эту проблему. Для меня это уже не теория, не гипотеза, а факт. Тем более я помню, знаю многие подробности исторического процесса предыдущего, знаю, кем я был в предыдущих жизнях, с кем встречался. Многие из тех, которые идут рядом, они были в предыдущих жизнях. И опять предатели предают, а друзья помогают. Так же ничего не изменяется? Почти не меняется. Ну, предателю тяжело стать другом, хотя он не тянется, он пытается кармически очиститься. И надо помогать ему. А друг всегда будет другом. Даже если он где-то ходит вокруг, все равно он становится другим. Вы это знаете прямо с раннего детства, или это случилось в какой-то момент определенный? С раннего детства тянуло меня и к звездам, к необычным решениям. А многие вещи открылись уже в зрелом веке. Но особенно в стрессовых ситуациях, когда попадал в тюрьму, на краю пропасти. Знаете, экзистенциальное такое состояние, говорят западные ученые. Когда уже беда подходит, тогда напрягаются все силы, и ты начинаешь вспоминать. И начинаешь понимать, что ты должен делать. Вот сейчас и вся наша страна практически повисла над бездной. Если мы напряжем все силы, в этом напряжении мы можем найти необычные решения. Обычные решения уже не годятся. Кто изучал направление эволюции? Кто вообще понял, что это такое эволюция? Какая сила завыва в ее динамике? Разумная или инновационная? Быть может, на эксперимент неких высокоорганизованных мыслящих существ, или пробовать стихии природы, составляющих в бесчисленных вариантах различные явления, существа, события, не ведая, к чему это приведет и зачем это нужно? Костяне, не тяжело ли жить и не скучно ли жить, вот зная все наперед, зная о прошлом так много? Так наоборот, интересно. Видите, если раньше, совсем недавно нас учили, что жизнь одна, и что на этом все обрывается, то воистину скучно. Как говорил Достоевский, все позволено. Бога нет, другой жизни нет. Можно делать все, что угодно. А если ты знаешь, что ты вечен, что ты беспределен, то в беспредельном пути нельзя позади себя оставлять гадости. Нужно оставлять прекрасные вещи, строения, традиции, книги. Да просто даже хорошо сделать одному человеку, и тоже ты идешь с чистой совестью. А если ты делаешь пакость, то в будущем тебе нечего делать. Ты идешь туда уже с боязнью. А как тебя встретят другие миры? А другие миры скажут, ты позади оставил пропасть, ты позади оставил разрушение. Тебе сюда дорога закрыта. Если дети наши будут изучать эти проблемы, проблемы будущей жизни, вечной жизни, они совсем по-другому станут относиться к настоящим. Вы понимаете, даже экологические проблемы, политические, социальные, приобретут иное направление, если это станет гнозисом в школах. Чтобы ребенок знал, он вечен. А развечен, значит он будет готовиться для вечной жизни. Значит, большие напряжения будут, подготовка к удивительным путешествиям, к другим мирам, встречам с другими существами. И не только здесь, где все можно пощупать, а и в других сферах, где ты уже будешь не телесным существом, а, скажем, духовным, тонким существом, энергетическим. Все это ведь человек и есть. Уже известно, что человек состоит из нескольких тел, которые как бы сочетаются в одном. И поэтому, уничтожая тело в этом мире, мы все равно даем ему, как бы открываем врата в другие сферы. А кем вы были в прошлой жизни? Я? Да. В каком смысле? Мужчина или женщина? И теми другими. Да, даже помню, как рождал или рожал ребенка. Но в большинстве случаев мужчина был и воином, и гладиатором, и царем, и рабом. Ну, не менее десяти, помню, в жизни. Вообще не стоит говорить об этом. Многие любят как бы приоткрывать это, но об этом не стоит говорить. Почему? Надо выполнить свои задачи в этой жизни оптимально. Странный человек, Олесь Бердник, писатель-фантаст, в 60-е годы бродивший по Руси и провозглашавший идею духовной страны, за что и отсидевший, вернее, хорошо поработавший 12 лет в лагерях. Когда разговариваешь с ним или читаешь его роман Феерию «Звездный корсар», кажется, что вся фантастика – это надуманная чепуха по сравнению с тем, что происходит в этой жизни. Счастливый человек. Он знает свое предназначение, видит прошлое и будущее, и не сблудился, и не возгордился. Так просто говорит о том, что в этом году будет много аномальных явлений. Явлений света, Божьей Матери, особенно к детям. Будьте внимательны к ним. Провидец, пророк, проповедник, странный человек, скорее всего, романтик, от встречи с которым становится теплее на душе. Ведь есть же люди, которые, прожив всю жизнь, остаются верны первым чувствам, помыслам и решениям. Это вот и есть то самое место Виточев, где будет духовный центр. Да. Раньше здесь собирались князья, в 1600 году давали клятву на вечный мир, а сейчас нам и надо восстановить эту клятву, опять дать присягу друг другу, что отныне на веки будут воедино братские народы. Вот эта часовня, которая построена за рисунком Великого Кобзаря, недавно, со всеми этим летом, она начало древнего Виточа, который мы хочем восстановить. Вот здесь, вы видите, замечательное место. Полукольцом будет грандиозный городище такое грандиозно построено, где будут и храмы, здравоохранительный центр, научные студии, Кобзарская школа, музей народоведения и многое-многое другое. Виточев, от слова «Вита» – жизнь. Какая новая жизнь вы хотели бы, чтобы здесь была? И не только «Вита» – жизнь, а и «Виток» по-украински означает «исток». То есть мы желаем опять вернуться к прооснове, к чистой земле, к чистым водам, к древним традициям, к речевым легендарным жизням древних. Потому что жизнь должна быть буквально легендой, сказкой. А мы ее превратили в мучение. Мы раньше хотели сказку сделать былью, а я думаю, надо наоборот. Быль, вот эту страшную, превратить в сказку. Опять для детей наших открыть путь романтики, подвигов, интересной жизни. Ну, неужели можно повернуть реку вспять? Так же и развитие, и эволюция человека. Невозможно вернуть? Реку не надо поворачивать вспять, но открыть исток древний можно. Потому что он вечно новый. В конце концов, это то, что мы называем Богом, Божьей Матерью. Это те незримые силы, иерархия, которая породила все. Значит, нам надо, как Христос говорил просто, как блудным сыновьям, вернуться к родителям. А если мы внутренне в души вернемся, это означает, что мы вернем и эту землю к истокам. И ее воды, и ее грунты, и небо, и воздух, все. Все начинается от сердца, от души собственной. И поэтому нужно не риторикой заниматься, а дело делать. Рерих сказал, если строительство идет, все идет. Вот мы и начинаем здесь, и другие также пусть это делают, начинаем это строительство, при котором будет не только внешнее строительство, а и внутреннее. Вот так же, как задумал был Аурубин Долхош в Индии, когда они там начали строить Аурубин. Вот и это место, которое будет называться Витачпиль, тоже. Это город истока, светлого истока. Я думаю, что сюда придут не только украинцы, аурубинцы, белорусы, европейцы, западной Европы, и уже у нас есть такие связи с Индией. Аурубинцы обещали сюда прислать своих делегатов следующей весной, когда мы под эгидой Объединенных Насей будем открывать вот этот Витач. Я, например, вижу, четко вижу и знаю, что если распадется то, что мы называли Союзом, это будет страшная мировая катастрофа. Поэтому даже предоставляя или добывая независимость для того или другого государства, для той или другой республики, нужно делать это очень осторожно. Понимая, что каждый наш шаг ложится на шашу весов мировой справедливости и мирового равновесия. Я углубился в бездны оккультных течений, в мистицизм. Но вскоре понял, что и в этом направлении тупик. То сумерки разума, изнемогающего от бессмыслица реального. На тропинках мистики нет разгадки. Я оставил манускрипты древних мудрецов. Я понял, что ответ следует искать в себе. Я – фокус сознания. Только наш разум может быть критерием истинности или обмана. Все, что принято на веру, даже с высочайшего авторитета, еще не истина. Мы не можем усвоить истину из книги. Можно лишь достичь ее в динамике жизни, дорасти до нее, стать ее сутью. Бутон не может увидеть, каким он станет, когда раскроется цветок. Ибо станет этим чудом самораскрытие этим цветком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...